всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня в своем видео я хочу показать как себя чувствуют мои растения просто некоторые опять у меня что заново начинают свисти и все-таки как-то хочется вам тоже показать чтобы вы тоже увидели не только я одна чтобы это не цезрело хочу показать вам свои растения подготовка к зиме у меня тут покажу как они у меня чувствуют себя на новом месте у меня же появились еще новички и вот я быстренько хочу пробежаться и небольшой такой обзор сделать вот хочу вам показать свою дуранту я уже говорила в прежних видео что я из нее в формирую штамм дерева она мне довольно таки высокая вот ее стволик стволе конечно еще такой как бы но он утолщается я вижу потому что я постоянно прищипываю макушку макушка у нее очень такая пушистая стала красивая и она даже смотрите у меня зацвела зацвела конечно она так скудно потому что я постоянно прищипываю но все равно очень приятно видеть вот такие вот веселенькие цветочки это моя красотка авоказия такой красивый листик она выпустила прям такой вообще красивый молоденький теперь он наращивает свои размеры это моя монстрочка альбочка я ее кстати посадила она у меня стояла на укоренение водички и она дала корешочки белые и я ее посадила и вот у нее идет рост уже она выпускает новый листик там у меня еще тамаринчик растет вот такой вот красавчик очень интересно наблюдать как он раскручивает листочки и стаканчики вот еще одна семечка была и еще одна семечка прорастает здесь мне пришлось поставить еще такую небольшую полочку потому что у меня появилось много малышни и ее совершенно некуда поставить а здесь в принципе очень светло и солнышко там попадает и здесь подсвечивается у меня лампой для растений то есть им растюхом этим здесь очень хорошо чувствуют они себя прекрасно тоже нужно пересаживать здесь кадр у меня еще плюм бага кстати плюм бага я после цветения вот обрезала ему побеги представляете он очень быстро набрал опять новые соцветия и начинает цвести вообще так неожиданно я то думала мне на зиму пошел уже я конечно не стала его сильно обрезать и он у меня весь 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 в бутонах и причем очень быстро распускаются то есть когда будет такое голубое облако я обязательно сниму и покажу очень мило смотрят цветочки она у меня такое довольно таки пушистая и весь 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 бутонах его даже видно на камеру как у него цветоносики видны здесь у меня тоже не так давно и мои новиночки и я смотрю о спатифилума пикассо появляется больше варегатности на листике посмотрите как заметно это но я пока не пересаживала он у меня находится в том же стаканчике просто хочу чтобы корневая система хорошо разрослась и потом пересажу его в маленький горшочек когда буду пересаживать обязательно сниму видео ну мой красавчик я представляю какой он будет красивый это моя крассандра я ее тоже немного обрезала ну сильно не стала обрезать потому что у нее горшок у меня такой большой кустик в общем-то разросся и чтобы не терялась вот это вот просто размер растения не хочу его просто сильно подсерегать и вот я буквально по верху прошлась убрала старые цветоносы и немножко ее как бы подрезала и представляете у нее опять множество бутонов свежих она опять у меня будет вся 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 таких оранжевых красивых веселеньких цветочков очень нравится мне это растение и она в принципе неприхотливая просто не забывать поливать и как бы пусть она стоит на самом светлом месте чтобы солнце и и не обжигала здесь у меня гипискус тоже он продолжает также выкидывать цветочки правда не успела снять вот буквально сегодня закрылся цветочек хотя утром он еще стоял раскрытым ну здесь вот множество бутонов и здесь тоже то есть постоянно постоянно цветет и и моя дальше тоже в зиму решили зацвести у нас сегодня 23 сентября а дальше на бутонах здесь вот адениум весь 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 в бутонах это мой синиц тоже расцвел первый раз расцвел я уже говорила у меня просто в последний момент они упали и все сорта как бы перемешались и теперь вот я не знаю по сорту он цветет или не по сорт не могу сказать но цветочки такие миленькие красивенькие здесь также продолжают у меня зреть семена все еще стручки такие зеленоватые и достаточно твердые то есть они еще еще будут созревать какое-то время мой тамаринт тоже вот за какое-то такое короткое время посмотрите у него даже отличается зелень по цвету этого светлая зелень это он у меня так вырос буквально наверно за месяц здесь он пошел боковой побег еще то есть он решил распушиться листики очень красивые это у меня спатадея и еще называют ее африканское тюльпановое дерево какие большие листья вы просто не представляете очень очень длинное если она и дальше так начнет расти я даже не знаю и очень очень нужно много места и там у меня стоит горшочек с личи он тоже дал прирост у него появились новые листочки вот они уже выросли достаточно хорошо и быстро и кофейное дерево меня тоже она радует у него такая пушистая крона стала нравится ему стоять на подоконнике орхидеи продолжает цветение очень конечно красиво смотрится но у меня сейчас тоже розовая цветет и белая белая тоже ветка вот сиреневая уже отцвела филадендрон поставила сюда тоже ближе к лампе он у меня так распушился филадендрон гитара видны его называют листики такие красивые я ему кстати срезала макушку она очень хорошо укореняется две макушки я срезала укоренила и подсадила в этот же кашпо чтобы кустик был пушистый меня спрашивали в комментариях как после пересадки чувствуют себя антуриумы говорю антуриумы себя чувствуют хорошо после пересадки почва грунт им понравился и конечно же я вот эти вот кашпо которые у меня были двойной кашпо же там было вот он пока стоит в одинарном и там я поставила подставку чтобы дренажное отверстие не соприкасались полом чтобы там было отверстие чтобы корни дышали но в том двойном кашпо я тоже сделала дренажное отверстие но их тоже придется вот на что-то поставить потому что если на пол поставлю он опять же эти дренажное отверстие просто закроет и все это мой белый тоже там мне вообще нравится такой раскидистый куст он у меня там по соседству с филадендроном фан баном стоит фан бан вообще прижился у меня очень хорошо выпускает листья очень часто и представляете вот какой он стоит можно сказать очень много места занимает ну красивые листья блестящие очень декоративно смотрится с потифилум и цветут без остановки постоянно постоянно появляются новые бутоны это вот у меня один такой кустик большой и вот рядом тоже тоже в цвету кустики разрослись это там не очень же маленький был вообще большой такой красавец папоротник конечно тоже такие длинные у него нарастились веточки ну как правильно говорят вае ну вот принципе так тоже можно сказать буген вели продолжают цветение просто сейчас все равно солнца не так достаточно у нас вообще погоды нет и солнца как-то мало и поэтому некоторые сорта которые требуют яркого такого освещения вот этот сорт например он сейчас цветет белым а вообще у него должны быть розовые пятна на нем но вот здесь вот немножко проглядывается вот когда солнце не хватает это по-моему сорт мисс универс мой красавец клеродендрум томпсона тоже обожаю это растение смотрите какой какой огромный куст и весь еще в этих тоже цветных прицветников в белых вернее но они белые они посмотрите пошли уже в розовые такой цвет вообще прикольно смотрится но я говорила что на нем же семена покажу вот семена и и еще там позади тоже семена есть здесь у меня зацвел сорт буген вели тигр ред и вот тоже вот он прицветники у него должны быть прям найти таким ярко красным цветом недостатка солнечных лучей он ушел выйти как в розовый но цветет листья очень красивые и он такой вот у него вот еще одна ветка то вся в бутонах и наверху там у него тоже листочки тоже обратите внимание классные какие здесь тоже вот буген вели но вот это ярко цветет из-за того что она стояла на окне и больше хватило солнечного света и поэтому у нее прицветники яркие но снова красиво все равно красиво смотрится тем более когда на улице уже ляжет снег а домой когда зайдешь и дома то знаете благоухает все конечно это здорово монстера чувствует себя отлично я ее поставила вот здесь одну потому что она там сливается вся там у меня фикус шифлера и как-то она забивается и не видно вот этих красивых листьев а здесь она одна смотрится вообще шикарно я вот на нее смотрю и думаю когда же у меня монстера альба вырастет таких размеров хочу показать свою фуксию вот вообще такая красота она вся 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 как смотрится как искусственно и такие большие они вот эти цветочки вообще она у меня до последнего стояла на веранде там было уже прохладно фуксиям как раз вот нравится такое знаете прохлада они не любят вообще вот жару им нужно чтобы был свежий воздух его поставила здесь ее в гладильной комнате но есть здесь нравится то есть у нее продолжается вот это цветение появляются новые цветы смотрится конечно шикарно вообще и не опять заферантус продолжает свое цветение я уже говорила что вот он такой цветун хорош главное солнце что было и у него много-много там стрелок я смотрю со цветоносиками появляется вот розовый вообще такой большой цветок а беленький вот он как-то мельче намного тоже так нежно смотрится исхинантус тоже весь цветет вообще еще очень много растений которые еще не чувствуют зимы и продолжают свести диплодения диплодения тоже она еще бутонов на ней множество она стоит на окне это моя бордовая которая диплодения они у меня все в разброс стоят потому что не хватает места чтобы поставить их где-то в одном помещении в одном месте и здесь у меня тоже полочка уже вся в цветочках такие тут тоже у меня эсхинантус такой кучерявый стоит и здесь я тоже от росточки воткнула эсхинантуса здесь тоже растет и хоя было она пока не цветет она у меня цвела тоже надо куда-то в подвесное кашпо ее и где-то повесить на свет чтобы она больше распушилась и неугомонная глоксиния посмотрите какие огромные цветки смотрите вообще очень красиво и уж скоро на покоите она все цветет цветет но я думаю что до середины октября это точно она будет потому что там у нее много еще бутонов здесь у меня диплодения тоже желтая стоит и бугенвилия которая решила завязать семена ну интересно конечно попробовать вырастить бугенвилию из семян как она будет развиваться и у меня вот еще и белая диплодения зацвела с таким белый цвет какой-то знаете не чисто белый какой-то вот фиолетовый какой-то преобладает еще оттенок ну красиво смотрится очень ну конечно хочется показать вообще все растюшки но все как-то вот не получается но покажу такие которые вот прям яркие такие вот это мой ванильный а бутилон вообще цветки огромное красиво смотрится бугенвилия тоже не переставая вот она представляете цветет и цветет во все окно такая красота это директор оранжереи никак не хочет работать решил вот поспать когда солнышко светит ему гулять надо прям хочет выйти а когда пасмурно он спит целыми днями вот такой вот симошек уже чувствуется дни становятся короче солнца как-то не хватает у нас вообще сейчас как-то прям пасмурные пасмурные дожди и конечно я спасаюсь фитолампой от марс гидро которую мне прислали у меня было видео как я ее получала распечатывала я очень довольна я довольна этим светильником потому что я чувствую по растениям как они себя чувствуют потому что и цветение у меня появилась вот весь блин бак у меня просто стояла я ее в принципе обрезала я вам сейчас видео показала что она у меня опять вся в бутонах очень много цветает по другим растениям тоже замечаю и авоказия тоже здесь лист вроде бы кино она тоже у меня стоит здесь под лампой в общем мне результат нравится ссылка будет в описании под видео кого интересуют эти светильники можете зайти и посмотреть но я желаю всем удачи хорошего роста вашим растениям увидимся в следующем видео